вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сейчас наша задача платье екатерины сметать собрать и сделать примерку сегодня вы уже будете свидетелями первой примерки платья сколько мы уже три видео отработали третье видео у нас идет по катере 4 и вот наконец мы увидим результат сейчас мне помогает надежда она сейчас переносит вытачки на ткань сейчас принесет на другую сторону и мы вместе в четыре руки как-то соберем платье я отметила центр переда вот здесь вот он чтобы соединить с центром переда платья хочу заметать вот эту полосочку наполовину чтобы у нас уже была та полосочка которая у нас будет на платье сейчас нужно все вытачки аккуратненько сметать и собрать верх верх будем собирать без закрытой спины сейчас увидите порядок работы такого платья спину закрываем в последнюю очередь и вообще я как мастер верхней одежды пальто жакета я никогда не закрываю плечи и я очень люблю платье на подкладке шить так же как ли пальто в развернутом виде у меня все платья раскрыты и только в конце я закрываю спину мне легче так сверять чем сшивать платье в круговую потом подкладку в круговую потом его каким-то образом туда впихивать я так не умею и потом это долго а я так не умею я не умею долго шить мне надо быстро сейчас вот так вот мне уже перевели спиночку сейчас я начну сметывать так видите как низ платья закончится у нас 7 красиво сейчас мы сметываем вытачки заметываем вытачки и уже заметываем последние вытачки сейчас будем соединять боковые швы у меня спинка готова сейчас соединяем боковые швы полочка готова вот смотрите как выглядит полочка у нас двумя вытачками мне кажется их надо заметать вот так на одну сторону давайте заметаем чтобы она хотя бы дыбом не стояла на фигуре ох какие красивые вытачки смотрите какие роскошные сейчас мы заметаем тогда и на спинке я заметываю а то так не пойдет а то так не пойдет у нас ну да ткань такая ведь она будет колом торчать надо заметывать заметываем видите думали что все но видим что не лежат нужно заметывать утюжить тоже еще не охота до первой примерки вдруг что-то где-то нужно будет изменить немножечко хотя здесь мы уверены но все равно них не утюжьте на первую примерку если такая ткань что колом стоит лучше вот так заметайте спиночка у меня готова полочка сейчас будет готова сейчас соединим боковые швы очень важно первая примерка вот очень важно я даже вывела в своей жизни психология первой примерки вот допустим одеваем первый раз на заказчицу или на кого-то не было какой-то платье или любую вещь но и не просчитали отделе какой-то балахон он во все стороны висит начинаем подгонять много много забирать она уже в шоке на себя смотрит в результате когда мы сделаем абсолютно идеальное платье или абсолютно идеальную вещь у нее останется в голове а что-то было не то что-то было не то и она всем будет рассматривать и думать что-то было не то когда первая примерка идеально сделано вот так у нас кати идеальный макетик идеально все продумано роскошно подготовлено все просчитано сейчас мы оденем и то есть первая примерка это явно что мы заранее уже знаем что у нас будет хорошо а тогда непродуманные вещи одевают на людей и потом их исправят и сделают идеальными все равно в мозгах останется а что-то что-то не так что-то не так поэтому я очень умоляю очень внимательно относиться к первой примерке до готова это собираем боковые швы так отлично никакие складочки пока не закладываем потому что сейчас посмотрим сколько же их надо закладывать еще немножечко нам осталось поработать вот у меня центр переда отмечен ну я не отрезаю могу отрезать кромку и можно было и во время работы отрезать нужно режу щас иногда мне тоже что-то шьют девочки так хорошо краят но что-то забыли мне вот тут снять от базовой основы хоть чуть-чуть вырезали по базовой основе одели на меня мне вот здесь душит и идеальное платье шикарно мне сидит все красиво очень хорошо но я ничего это не могу увидеть я только понимаю что мне вот здесь душит это такая уже эмоция получена я кричу быстро 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 с меня все снимите я ни на что не смотрю поэтому всегда внимательно готовить первую примерку так чтобы человеку было удобно он надел чтоб ничего тут вот не душила заранее от базовой основы хоть чуть-чуть здесь снять и потому верх платья собрали вверх смотрите что мы сделали пока мы просто приметали обтачку к вырезу приметали и но смотрите она у нас должна уйти вот сюда боковой шовчик и проймы должны соединиться в обтачке вот так вот это для того чтобы она немножко затягивала вот это место выпускала вот здесь свободу которая потом вот так вот ляжет сейчас заметают и вам покажут смотрите у нас от центра переда до центра спины 40 сантиметров а здесь у нас было 80 от центра переда до центра спины 80 но я посчитала вот от центра переда до центра спины 80 я посчитала что у меня 40 сантиметров лишних я взяла 6 складок по 6 с половиной сантиметров делаю впереди три складки закладываю сзади три складки впереди три складки сзади три складки но это вы сами рассчитаете но это мы еще посмотрим на катерине может быть их надо будет вот по-другому выкладывать мы просто сейчас закладываем лишнего пока просто как нам хочется измерили кусочек измерили тут сколько у нас и пожалуйста определились сколько лишнего и вот это лишнее надо заложить складки я закладывал просто на обу потому что не знаю еще как захочется кати как это на ней будет выглядеть пока первая примерочка вот так может быть она не захочет три впереди три сзади может быть она захочет их мельче по кругу а может быть мы сами увидим что так лучше будет но пока вот делаем вот так подкладочку соединили обтачечку сейчас нужно сметать смотрите как удобно перед нами нижняя часть платья верхняя часть платья в раскрытом виде пока спина у вас открыта как удобно работать как удобно центр скалываю с центром центр переда центром переда сколько раз на нашем канале вы уже были свидетелями того как у нас наши ткани превращаются в платье а где моя иголочка вот она да я тоже хочу сметывать сейчас мы сметаем линию талии и останется закрыть спинку то есть соединить по центру спины а я в другую сторону буду сметывать очень мелкими стежочками там по складочкам они у нас эти складочки развалятся если мы там их не захрипем сейчас они у нас там на булавках хотя можно померите с булавками линия талии проверяем чтобы она у нас вот так совпало в конце скалываем центр с центром может быть там легкая посадочка или что-то сейчас увидите что у нас получилось а я уже не только жду ты 1 примерка я уже жду готово платье отлично булавочки убираем и показываем вам что же у нас тут происходит сейчас можно все булавочки выбирать этих складочек катенька у нас уже там в нетерпении ждет примерку смотрите вот наше платье вот наше платье нам осталось только заметать спину но немножко будем вот так снизу за талии заметывать это будем закалывать на ней то что она не пролезет если мы все заметаем немножко вот так соедините центр с центром и вот эту часть нижнюю сметаем хорошо вы были свидетелями как пришла катя как сняли мерки как одели макет как нанесли нужной линии как все это превратили выкройку как раскроили как сметали некий такой сериал только если в сериале иногда смысл непонятен то здесь он точно понятен для чего мы это показываем перед нами сметанное платье осталось пригласить екатерину на екатерине платье рассказываю свои первые впечатления сначала поговорим о юбке не понравились нам эти складки мы тут уже решили что мы все соберем на мелкую оборку ровненько все платье по кругу мелкую 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 сборочку соберем на ниточку соединим сверху и немножко вверх вот так при паре чтобы снизу равномерно все торчало эта ткань теперь по верху что и что удалось так это фрагмент японского кроя воду смотрите он вот встал вот именно вот вот как должен был встать посмотрите как роскошно я хочу потом что ближе показали смотрите немножко другая ткань и немножко чем макет по другому все лежит сейчас нам нужно продлевать вытачки но я бы что сделала я бы чуть-чуть вот так плечики вы приподняла и насколько мы точно делали вы видели насколько мы точно делали но платье широковато сейчас будем забирать немножко работать с боковыми швами чуть чуть-чуть корректировать линию талии чуть-чуть совсем чуть-чуть юбку не будем делать защипами будем собирать на сборку потому что нам не понравилось да вот здесь сейчас немножко присоберем в груди вот здесь вот все хорошо вот здесь широковато я уже вам говорила что это тот случай когда все можно показывать все думаю что мы на сантиметре в проблем вытачки вверх это уже как бы как начнут шить начнут там уже все видеть и немножко 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 коллективу линии талии видите вот это место но немножко косо и она же у нас вот так открыто было косо и немножко провисает абсолютно первая примерочка вы видите внесли коррективы немножко мы тут заталиваем немножко вносим линию и решили по-другому делать юбку чтобы она равномерно у нас вот так вот раскрывалась она совсем по-другому будет лежать фрагмент японского кроя полностью нам удался на этом мы прощаемся с вами желаем вам успехов в творчестве следите за нами повторяйте следуйте за нами а мы желаем чтобы у вас все получалось подписывайтесь на наш канал заглядывайте в наш интернет-магазин тканевый бутик делитесь нашими видео всего хорошего с вами были мы паучки михайловна екатерина и вся наша команда